Михаилс, что вот с твоей точки зрения качественная заточка? Как ты видишь качественную заточку? Сколько она должна служить? Как определить, что это качественная заточка, а как некачественная? Может быть покажешь даже на примере, как ты проверяешь качество своей заточки или заточки инструмента? Можно ли проверить, как-то поточилось что? Я понял. Ну, смотрите. Заточников-то, по-моему, он там ключи они делают и сразу затащивает инструмент. Тут же сапог подбил, ну, знаете, как должно зарабочить. Человек, возможно, золотые руки, может, все успевает, все не получается. Все и так не бывает. По поводу качества заточки, значит, кому и морковка? Тортиком, понятное дело, да? Вот, ну, все же таки. Значит, когда я учился и когда уже потом совершенствовал то, что, ну, свою технологию... А это уже более 10 лет, я так понимаю, работы? Нет, поменьше. Поменьше чуть-чуть? Поменьше, поменьше. Вот, то есть мы сначала проверяли качество заточки на целлофановом пакете. То есть пакет разрезался. Такой шуршащий, который, да, пакет? Да, обычный целлофановый, когда хлеб заворачивают. Обычный целлофановый пакет. Да, то есть парализовал пленку, ну, хорошо, в общем-то, да. Потом... Выстали... Пришло понимание того, что все-таки целлофановая пленка хоть и тонкая, и она, ну, достаточно неплохо, на самом деле, показывает качество... Ну, если она режет, это уже... Заточки, да, это уже, в принципе, хорошо, да. Но потом пришло понимание того, что можно сделать еще лучше, а вот проверить, ну, пришлось материал другой искать. Вот, в данный момент, в частности, я, да и большинство источников, наверное, проверяет вот заточенный инструмент на одноразовой салфетке Клинекс, которую раздваивают. То есть вот эта тонюсенькая салфеточка, вот они должны резать, соответственно, да, и не тянуть, не цеплять там ничего. Она вот хорошо как раз показывает, есть ли какие-нибудь микрозаусеницы на режущей кромке, которые могли бы потянуть за собой вот кожу. Вот, то есть целлофан не всегда может показать такое. Целлофан хорошо показывает, вот как стабильно по всей длине разрезается. Чтобы не зарезаться. То есть, что стабильно, да, что там, допустим, не сначала порезалось на пятке, а середина осталась неразрезанной, а то, что вот она сверху до низу прекрасно разрезает. Вот так целло. Можно на целлофане, это самый простой способ, в принципе, достаточно показателен. То есть, для не особо, скажем так, там, не искушенных совсем уж, да и в принципе для нормальных мастеров это нормальный показатель, можно его пользоваться смело этим способом. То есть, носите, после заточки носите с собой пакетик и проверять можно, да? Можно, да, прийти на свою... Ну, опять же, вот сколько раз уже я пытался давать вот так вот мастерам, своим клиентам. Что-то как-то не все умеют, да? Да, они все-таки вот привыкли брать инструмент по-своему, да, и целлофан у них, вот я беру при них, разрезаю, все прекрасно. Они начинают резать, что-то у них вот как-то рука выворачивается, и так или не додавливают, или еще что-то. Но при этом они начинают проверять на коже, и у них все прекрасно режет. То есть, еще нужно приноровить. То есть, да, все-таки проверять на таких вот искусственных тканях, это, ну, какой-то тоже опыт, видимо, нужно иметь его, потому что все-таки все равно это все отличается от рабочего материала. Ну да, и мастер, он все-таки видит лучше, да, как он там прорезает. Ну, конечно, конечно, на коже, на пальцах он все это... А вот это как у нас там и себе помочил? Вот это любители у нас там в магазинах. Я так думаю, что, конечно, в магазинах, когда так делать не нужно, потому что, если вам нужны, конечно, грибковые заполивания и прочее, вы можете так делать, да, безвездано. Кому неинтересно жить на свете просто. Да, 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 все-таки неизвестно, кто до вас таким же способом проверял этот инструмент. И вообще, откуда его привезли, тоже неизвестно, как я говорю. Поэтому на себе, конечно, проверять нужно тот инструмент, который вы хотя бы, ну, допустим, заточку отдали, он уже простерилизованный, да, после заточки он, в принципе, чистый достаточно, вот, если мастер, опять же, там, с него грязь стер, помыл его. Это, опять же, кстати, признак от соточника, который ценит своих клиентов, ценит свою работу, он никогда не отдает инструмент грязным. То есть, если вы получаете вместо... За масло даже. Да, вместо, да, вместо вот блестящего инструмента, вместо вот такого, да, вместо вот такого блестящего инструмента вы получаете себе какую-то в руки, там, какую-то вам черную, обувленную... Клизкую какую-то. Балваночку, да, с которой капает масло, просто льется там, да, и остатки полировальной пасты торчат отовсюду, да. Ну, наверное... Не любит, да, он пленит? Не любит мыть, я так думаю. Любит мастер, любит мастер. Льетов, может, и любит, но мыть не любит инструмент. Опять же, это на совести мастера ставится. Да. Ну, вот. Что? Вот как-то так, да? Ну, о подлительности, вот, ну, вот, равенца... Да, да, сколько они должны работать-то после мастера? А, по поводу подлительности, да, ну, тут однозначно ответа нет до сих пор. Значит... Наношные еще не доказаны. В нашем регионе, скажем так, ходят в качестве рекламного слогана, да, что если тут наш, мастерских некоторых, что наш инструмент 100 маникюров поддерживает. Ничего себе, это нужный подсчет. Вот, да, то есть это надо как-то подсчитывать, не знаю, может быть, кто-то и считал, вот, я не считал. По-разному. Тут очень много факторов именно зависит от того, как мастер хранит инструмент. Вот. Второй фактор, это как он им работает. Потому что некоторые мастера очень аккуратно обращаются в работе с инструментом, а некоторые, допустим, частенько в ноготь втыкают на кожнице. Вот, когда они тыкают-тыкают по ногтю, кончики потихонечку, а может быть и сразу, начинают загибаться. Соответственно, резание уже будет хуже происходить сразу. Ну и, скажем так, фактор, который также, наверное, процентов 40 берет на себя, значит, это стерилизация. Вот, очень актуальный вопрос. Я как раз хотела его задать. Стерилизация. Вот я хотела спросить, вот как правильно вообще ложить инструмент на стол, на поверхность? Потому что я очень часто встречаю мастеров, которые говорят, да, у меня инструмент, я их там за 200 рублей купила, порезала ими ногти, потом кутикула оторвала, а потом положила там концами куда-нибудь. Ну, если использовать инструмент за 200 рублей, с ним можно, в принципе, и так обращаться. Делать все, чтобы было. Да, потом выкинуть его и, в общем-то, забыть. Да, говорит, она, я покупаю и один раз им пользуюсь. Да, 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 можно и так, конечно, но тут уже у каждого мастера свои критерии качества, опять же. Что касается уже заточенного инструмента, да, то с ним обращаться нужно бережно. Класть на кожницы пособенности. Нужно исключительно на стол. Вот так вот, то есть. Полотно в режущем. Да, режущая кромка должна смотреть вверх. Если вы их храните или переносите, то это только колпачок или резиновая трубочка сверху должна надеваться. То есть так просто их бросать в сумку ни в коем случае нельзя. Как-то блистер, да, или как-то он там называется, да? Нет? Нет. Вот-вот колпачок. Нет, я имею в виду, такая еще бывает, да, такие закрывающиеся коробочки даже. А, бывает коробочки, ну нет, лучше ничего. Ну что, резиновая трубочка самый оптимальный вариант, она хорошо защищает от повреждений всяческих, от падений случайных, опять же, от ключей, телефонов и прочего. В общем, то есть режущую кромку нужно защищать. То есть у девочки в сумочке, она там может быть все, что угодно. Да, да, да. И в том числе и щипники, которые могут быть. И другие могут быть, да, инструменты, которые замечательно затупят режущую кромку просто в шесть секунд, что называется. То есть это первый вариант, значит, хранить, переносить только в колпачке, класть на стол, только режущей кромкой наверх. А вот, то есть, ну вот это основное. Хотела спросить, очень интересно задать такой вопрос. Вообще, сколько должна стоить заточка инструмента? Ну, как это вообще можно? А то я сейчас пойду, мне скажут, там 50 рублей, и я тебе сейчас все заточу. А я поверю и скажу, ну, ой, точите мне быстрее, это же так дешево, классно, сейчас мне тут как-то понаточат вообще. Приду, а там мне понаточили. Пять же раз, спрос враждают предложения, и заточка стоит столько, сколько мастер оценивает свою работу. Ну, как в маникюре, девочки, это как в маникюре все. Да, свое время затраченное, сколько он действий производит с инструментом. Да, если, грубо говоря, сточник тратит на инструмент пять, ну, десять минут максимум, да, ну, тут вот момент такой, что, а может ли он за эти пять-десять минут сделать качественно? Это большой вопрос. Во сколько он свою оценивает работу? Опять же, то есть, если он за десять минут берет с вас, я не знаю, пятьсот рублей, ну, наверное, многовато, я так думаю. Ну, вот, учитывая, что за десять минут, ну, физически нельзя сделать хорошо, просто не получается. Это такой процесс, ведь заточка маникюрного инструмента, это что-то сродни, наверное, ювелирному делу, потому что приходится работать с очень маленькими размерами, размерами, то есть, это вот в микромире просто живешь, смотришь, там, контролируешь через увеличительное стекло, через микроскоп на свою работу, чтобы убедиться в качестве, и за десять минут добиться, там, необходимой частоты поверхности, телеграмности какой-то, да, какое-то сведение, да, такого, чтобы действительно это все было красиво, качественно и профессионально, ну, нереально. Я не знаю таких мастеров, просто таких случаях. Ну, а сколько заточка, вот, сколько ты затачиваешь по времени? Вот, ноты у меня уходят по времени на хороший инструмент, который я уже затачил. Вот, допустим. Да, вот, на такой где-то минут 30. Если инструмент убитый, если он там побывал, клетки, чего-то куда-то, да, то есть, если куча исправлений требует, то и до часа вполне возможно потратить на заточку. То есть, это процесс не десятиминутный. Если вам кто-то говорит, что он за десять минут вам заточит, это будет обдирка инструмента. То есть, это не будет именно заточка в том понимании, в каком, ну, какой я в нее вкладываю. Ну, вот на этом, на выставке все ходят там и точат за десять минут. Ну, и качество как? То есть, всем нравится? Если нравится, то, опять же... Может, люди не знают, как надо? Ну, вот я и говорю, что кому-то и морковка за торт сходит. То есть, если устраивает это качество, ради бога. Никто они не волят, там, как-то агитируют и прочее. Допустим, вот у нас в регионе, в Подмосковье, в Москве, стоимость заточки инструмента, она, ну, маникюрная, да, значит, 300-400 рублей. Реже там, там, 450, может быть, 500 доходит. Ну, это если там длинные полотна, допустим, это вот уже, типа таких, да, там, свыше сантиметра, там уже подороже, конечно, там уже 400-500 где-то уходит. А вот, если вы поедете в Санкт-Петербург, то, опять же, у хорошего мастера... Культурная столица, да, да, в культурной столице, у хорошего заточника, вот, такая заточка будет стоить рублей 600 сразу. То есть, это минимальный порог вообще. У хорошего заточника, опять же, мы не берем кустарей, которые там ключи изготавливают, походу. Тут же сапог под... Да, и тут же сапог, да, то есть, ну, надо понимать, что все, все, во всем специалистом не станешь. Ну, это нереально. Я вот занимаюсь заточкой достаточно давно и до сих пор учусь. То есть, каждый раз чего-то нового открывается, что-то совершается. То есть, в принципе, дорогие мастера, у вас маникюр стоит, ну, вот, допустим, я маникюр делаю свой 40 минут, ну, до часа, да, как бы доходит, смотря какой маникюр, да, что... Вот стоимость моего маникюра стоит, ну, где-то 400-500 рублей. Просто маникюр, да, скажем так, там, аппаратный я его делаю, аппаратный, допустим, там, с инструментом и все такое. То есть, я его делаю, там, 100 маникюров этим инструментом. Ну, да. А то и больше, потому что у меня, если аппаратный, да, соответственно, маникюр, значит, я там уже меньше щипчиками с вами пользуюсь, да, там, то, зоусенчик, то еще что-то. Потратить 500 рублей. Ну, раз в месяц, два месяца, в три месяца некоторые. Это не просто... И кто-то еще там, простите, не хочется говорить на камеру, что-то там еще возмущается. Дорогие мастера, не гневите Бога. Ваша работа, вы свою работу оцениваете, а работу заточников вы никак не оцениваете. Да, знаете, что это тоже работа, и это очень кропотливый труд. Намного кропотливее, чем вы делаете маникюр. Намного, поверьте. Это лупы, это просто какие-то там микроскопы. Такое же оборудование очень дорогое. Очень дорогое оборудование. Я как бы сейчас просто не понаслышке, да, вот это все говорю. Ну, это еще, опять же, не только оборудование, это еще и опыт мастера. Потому что каждый заточник с течением времени набирает опыт. Набирает опыт заточки разного инструмента. Потому что те же накожницы, кусочки, они разных фил отличаются. И подход должен немножко быть все равно разный. То есть нельзя затачивать все одинаково абсолютно. Оно не будет работать хорошо, если все делать одинаково. Все нужно подстраиваться под каждым инструментом. Нужен сопоход, это еще и опыт. То есть вы, считайте, вы оплачиваете время и опыт. Не так дорого. В любом случае. Тогда это выходит не так дорого. По большому счету, да, за ювелирную работу там в мастерской с вас за цепочку берут. Зачастую гораздо больше. Звенья припаять, например. Хотя там все гораздо проще. Можно тоже вопрос? Да. Вот хороший мастер затачивает инструмент. Ну и, в принципе, заточник хороший. Сколько инструмент может прослужить? Вот заточек или это, я не знаю. Вообще сколько инструментов? Вот три заточки он прослужит или десять заточек? Просто я знаю, что бывает инструмент, я извиняюсь, что принес к мастеру, принес вот такой инструмент, отдали тебе пинцет. Вместо этого инструмента осталось вот пять миллиметров. Ну, а у кого, а не вообще пять миллиметров, а там вообще, я не знаю, вот такое вот полтора. Вот так вот. И что-то нужно этим отрезать. Каким образом? Как вот быть? Ну, понимаете, показатель. Это, кстати, тоже показатель мастерства, на самом деле. Но сколько заточник снимает металла, это показатель его мастерства. Потому что, по большому счету, отдать он вам должен, если и не такой же инструмент, который вы ему принесли. То есть вы не должны увидеть какую-то разницу, в принципе, да. А если вы видите разницу, то она должна вот только в лучшую сторону быть. То есть инструмент должен лучше стать или быть таким же, но не хуже никак. Не изменить геометрию. Форму, да? Форму. Не изменить длину режущей кромки. То есть никак, да. Но все равно же она меняется, да? Она меняется, да. Ну, допустим, учитывая, что вот я за себя, допустим, да, говорю. Раньше я работал, как, ну, большинство заточников, там, в Москве, да, не секрет, они используют китайские точилы. Раньше я тоже так работал. Ну, для кого-то не секрет, сейчас ты все секреты раскрылась. Нет, это ерунда. Почему? Некоторые на точиле могут вполне сносно сделать. Представляете наши клиенты? Здравствуйте, а вы на китайских точилах работаете? Ответьте мне слово. Да, некоторые, например, ну, это больше в Питере распространено, да. В Санкт-Петербурге. Там заточка идет под микроскопом вручную. Они там, значит, керамическими пластинками затачивают. Тоже какой-то вариант там, да. Это, конечно, они снимают, конечно, естественно, гораздо меньше металла. То есть то, что все вручную, это буквально немножко. Я работаю сейчас... Поэтому цена, наверное, такая? Ну, в том числе, наверное. Вот. Я работаю сейчас на станке, который сам сделал, изготовил. Вот. Он... У меня год где-то ушел примерно на его создание. Ну, то есть это проблема с токарями, сами понимаете. Вот. Проблема там, извержения. Кто может сделать грамотный корпус и прочее там. Ну, сама идея, в общем-то, достаточно была простая. Ну, не суть в этом. То есть этот станок, он мне позволяет работать, во-первых, на малых оборотах и с различным вот образив... Ну, в общем, что это дает в итоге для вас? Для вас это дает преимущество такое, что я снимаю мало металла. Очень мало. То есть, там процесс съема идет, ну, я даже, ой, сейчас, не знаю, вот у меня клиент есть, который уже три года инструментом. Одним и тем же, да, она вот затачивает третий год у меня. И они у нее уменьшились, ну, наверное, на 0,5 миллиметра за все время. То есть изменили. Ну, это очень хорошо. Ну, я просто, я говорю, я принесла инструмент, а у меня остался инструмент. То есть мастера просто должны понять, что чем меньше с ней металла уходит с их инструмента, тем более профессиональная работа у заточника становится. Я их просто не использовала, я их перестала использовать. Я их заточила, они заточенные. Но я их перестала использовать как... Покажите так на камеру. Они трактически сложились, да? Они сложились, да, вот их точили-точили. Ручки. Да, отдавая я их, они были примерно вот такими. Ну, поменьше у них, чуть-чуть было поменьше полотно. Когда мне их принесли, они вот стали такими. То есть все, я ими работать никак не могу. Потому что я даже в руках, если я возьму даже в руки их, да? Я не могу... Ну, все, у меня полностью кулачок сжат. Я не могу их никак. То есть моя рабочая... Ну, все, я уже даже вот палец себе здесь прищем. Моя работа, ну, вот так вот. То есть они еще, да? Вот. Все, это все, что я могу сжать. Куда дальше? Я так уже не могу работать. Я их стала использовать. Я даже не знаю, как их использовать. Без этой штучки. Не знаю, даже не знаю, что с ними делать. Пока что... Все, выкинуть инструмент. Я его покупала... Ну, тут вариант... Ну, тоже не дешево, скажем так. Ну, да. Ну, тут-то вариант, в общем-то, это... Только ручки, если разогнуть им. Больших вариантов-то, в общем-то, особо нет. Ну, как-то так, да. Вот их там уже пилили внутри ручки, чтобы... Ну, здесь видно, что они уже достаточно давно затачивались. Или много затачивались, потому что, обратите внимание, заклепка практически вплотную подошла к крыльям сустава. То есть, очень убирались, когда вот эти ушки, так называемые, да? Вот эти крылья сустава как-то стачивались. То есть, вот уже вот он вот. То есть, представляете, вы не поймите, вот, девчонки, вы понимаете, что не только вот это точится. Там точится все это оттуда, отсюда, со всех сторон. Здесь ушки какие-то. То есть, это целая история. Да, точка идет по передней поверхности, по задним поверхностям. Ну, и если, опять же, заточник следит за эстетикой, да, он все-таки убирает, во-первых, уши однозначно, полирует сустав, опять же. Кстати, полировка сустава, это не только эстетическая, скажем так, функция. Работа. Да, да, да. Здесь еще такой момент есть, что к полированной поверхности хуже грязь пристает. То есть, инструмент дольше сохраняет, вообще, в принципе, свой товар. Нет, я даже не знала об этом. То есть, и вам легче будет его очищать. Ну, да, и красиво. Да, и красиво. Полировка, полировка, в принципе, она... А есть вот такое, вот полировка полировкой, а инструмент не режет. Ну, это уже технологии заточки, там, заваленная резшая кромка, бывает и такое. Знаете, так, переполируют. Да, переполируют, так сказать. Завалят резшую кромку, он просто перестает резать. Представляете, сколько там вообще тонкостей, которые мы вообще... Мастера даже об этом не задумываются. Они, кажется, им... Тонкости в любой профессии есть. Две недели режет, и слава богу, да, а потом... Ну, две недели это очень мало, это очень. Если вы бережно относитесь к своему инструменту, если вы правильно храните, правильно стерилизуете, и в работе он у вас там не летает, да, по столу, две недели это вообще не срок абсолютно для инструмента. Минимум месяц, это самый минимальный срок, который у вас хотя бы должен инструмент отработать, при нормальном отношении использования. Лучше три. Лучше три. Ну, тут, опять же, еще, я говорю, зависит... Я очень долго не тачу в этом инструменте очень. Зависит этот срок еще от качества металла. Ну, я тачу-то, понятно? В том числе. Все, кто знает, тут знают. Да, ну, короче, вот, а я хочу сказать. Могу я, например, вообще щипчиками, ну, кутикульными, да, отрезать сухую кожу. Вот сейчас технологии новые, да, как бы, работы именно с кутикулой, по-сухому. Это как-то влияет на работу, ну, и использование на лошадную струну? Дело в том, что все-таки сухая кожа, она более грубая. Вот. Она, конечно, не наждачная бумага, само собой. Такого фантастического износа там не будет, резкого, да, сразу. Но износ будет просто чуть быстрее проходить. Чуть быстрее. Да, если она чистая кожа, если на ней там не осталось, там, абразива отпилки, еще чего-нибудь, да, то есть, то, в принципе, износ будет, ну, практически такой, но чуть быстрее может происходить. То есть, в принципе, можно, да, все это возможно? Ну, кожи, да, они, накожницы, они созданы для резания кожи. Ими нельзя ничего другого отрезать просто. То есть, ноготь ни в коем случае? Ни в коем случае. Ноготь... Для ногтей есть свои, да? Да, да, для ногтей есть свой инструмент, он просто так был придуман, потому что... Вот у меня, видите, тоже немножечко коррозия. Подзогнулся, да. Ну, и коррозия именно, вот, видишь, появилась вот эти вот... А, ну, да, жарчинка. Ну, это мало, по сравнению с ламинолом, это мало. Это Деканекс был? Да. И моя забавчивость. Вот это вот кусачки для ногтей фермы Сталикс. Вот их вот в ламиноле, если опустить, они ржавчиной покрываются полностью вообще. Просто весь сустав. То есть, в принципе, это еще произошло из-за того, что у меня металл немножечко, да, нет? Нет, а у них металл, ну, как сказать, неплохой для бюджета сам по себе. Вот, то есть, это, если вообще брать... Ребята, я работаю бюджетным инструментом. Нет, если просто брать, допустим, инструмент, кусачки для ногтей, то вот я, если честно, лучше Сталикса пока ничего не нашел у нас в России, в принципе, именно для ногтей. Сталикс? Хоть где-то бы. Потому что они хорошо сделаны, они, вот, если их, в общем, правильно заточить, правильно стащить, ими прекрасно даже кожу можно отрезать. Там, да, они даже кожу могут отрезать. То есть, да. И вот, кстати, по работе вот сухой кожи, либо по педикюру, вот вы режете, там, может быть, кожицу немножко подрезать даже. Они достаточно, да, хорошо держат остроту. И, в общем, здесь... Они вот у меня острые до сих пор, прям, в принципе, отлично. Никакие кончики, ничего не было. Да, да, это почему, почему происходит? Потому что... Суставный. У них много металла, много металла, да, в отличие от обычной, значит, кутикульной накожницы. У них металла много. Там тоже исхождение вот такое же? Схождение, угол у них, конечно, потупее немножко, но для ногтей более чем достаточно. Опять же, при правильной заточке они служат долго. Они для меня даже для ногтей даже островаты, хочу сказать. Ну, да, 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 они режут очень хорошо, долго, надежно. То есть инструмент вот именно для ногтей, вот, прям, лучше пока я не верил. Все, что остальное там продается, оно так достаточно плохо, прям, откровенно плохо сделано. Потому что у нас очень популярный этот инструмент. Да, и сталь плохая, вот у других какая-то, и заклепка не держит сустав. То есть может разломиться тоже заклепочка. Как раз они подвержены. То есть вот, это самое, для ногтей, для ногтей лучше всего использовать, вот, сталикс. Опять же, если не хватает острова, то заточите его. Вот, а для кожи используйте накожницы. То есть не мешайте, да, кусачки, они, каждого свое предназначение. То, что, сами понимаете, забивать гвозди, известно чем, да, не надо, надо молотком. Да, да, все-таки, да, телефоном гвозди не забивают, да, все должно быть как положено. Ну, в принципе, о щипчиках... Даже если это ноги 3310. Да, да. В принципе, о щипчиках, да, в общем-то, мы поговорили. Все понятно. Понятно, что мы тут разобрали, какие бывают, как стерилизовать, как дезинфицировать. Вот, в следующем, в следующем нашем диалоге мы все-таки поговорим уже о ножничках. Я вот, к сожалению, ножничками не работаю, но очень хочу попробовать. Вот, Михаил мне расскажет вообще-то, как это все выбирать, потому что я свои ножнички выбирала, не знаю, полчаса я замучила эту продавщицу бедную. Я не могла ничего с ними сделать, и как их проверить, и как, что с ними делать. Поэтому в следующем разговоре у нас будет именно тема, это ножнички кутикульные или ногтевые, что, как резать, чем, как выбирать, куда что делать и как работать. Ну, конечно, общие темы мы не будем затрагивать. Это стерилизация, дезинфекция. Понятно, что это подходит и для ножничек тоже. Просто выбор, заточка, работа и как пользоваться, ну, такие элементарные моменты. Так что, благодарим, и в следующем видео уже будет о ножничках. Всего хорошего. А еще более подробную информацию, может быть, к инструменту можно на сайте Михаила посмотреть. Да, у нас... Ссылку подкрепите. Да, подкрепим обязательно. Обязательно, да, спасибо большое. Вообще, очень-очень... Было очень познавательно. И мне настолько интересно, что я очень многих моментов даже и не знала. Особенно про стерилизацию. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok